МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как планируется в этом году показать на фестивале? В этом году планируется показать очень много фильмов. 46 сеансов в себя вмещает «Окраина-2018». Это рекорд. А объединяет их всех наличие того или иного рязанского мотива. Именно это является темой «Окраины». Именно это делает наш фестиваль в ряду невероятного количества проводящихся ныне в России кинофестивалей и совершенно особым, уникальным. Фестиваль архивного кино, фестиваль ретроспектива с одним единственным ограничительным условием. Он должен так или иначе относиться к рязанскому земле, либо ее уроженцам, либо являться местом съемки, либо какие-то явления. Рязанская история должна найти в нем отражение. Фильмы, которые увидят зрители, они только российского производства или есть зарубежные? Вот с какого-то момента нам стало интересно выходить за рамки только отечественного кинематографа и искать рязанские следы в мировом киноискусстве. И вот в этом году очень заметная часть программы – это фильмы польского кинорежиссера Александра Форда, классика польского кино, который в 43-м году здесь, на Рязанской земле, стал руководителем киногруппы, формирующейся дивизией Метадеуша Костюшка. Чулувка называлась эта киногруппа. Именно отсюда начался их путь вместе с дивизией польской на родную землю. Там Форд стал директором первой послевоенной лодзинской киностудии. Ну и таким образом вот эта рязанская страница его биографии сделала возможным показ на окраине нескольких его очень известных фильмов «Крестоносцы», «Первый день свободы» и даже фильма «Анжи Вайды. Поколение», дебютного фильма Моу Вайды, в котором Форд был художественным руководителем. Одно из посвящений фестиваля заслуженному деятелю искусства профессору ВГИКа Наталье Рязанцевой. Это не случайно? Это не одно из посвящений, это титульное посвящение. Будут показаны пять ее лучших фильмов. «Крылья» Ларисы Шипитько, «Долгие проводы» Киры Муратовой, вот та самая копия, которая идет из Бербиджана, «Чужие письма» и «Голос» Илья Авербаха, чьей женой была Наталья Борисовна. Первым, может, был Геннадий Шпалюк. И «Открытая книга» по Каверинам, где она вместе с Каверином писала сценарий. Стоит отметить, что Наталья Рязанцева еще до сих пор преподает, правильно? Да, она как творческие, намыкновенно активно преподает на высших режиссерских курсах, профессоров ГИКа. Мне неоднократно приходилось бывать у нее дома, и я часто встречал там ее учеников. А какой фильм станет открытием этого года? Ну, понимаете, это вообще мечта каждого киноведа найти вот среди сохранившихся фильмов, а их сохранились хоть далеко не все, но все-таки тысячи и тысячи названий, вот среди всего этого «Безбрежного моря» отыскать какой-то фильм, известный с точки зрения фильмографии, но давно не пересматривавшийся, и поэтому не оцененны заново. И вот, кажется, такой фильм удалось найти и нам, и на открытии мы покажем фильм-классика дореволюционного русского и раннего советского кино Якова Протазанова. Все его знают. Процесс о трех миллионах, праздник святого Йоргина, отец Сергий и так далее. Но вот среди его огромной фильмографии есть фильм 31-го года «Томми», один из первых звуковых фильмов советского кино, он почти одновременно с путевкой жизни вышел на экраны, который по инерции, идущий еще от тех 30-х, 40-х годов, считался творческой неудачей Протазанова. Мы его пересмотрели, по-моему, это неведомый шедевр. И на открытии 8 декабря зрители «Окрайна» смогут вынести свой вердикт. Немое кино в сопровождении живой музыки – это неотъемлемая часть фестиваля «Окрайна». В этом году какие фильмы смогут увидеть зрители? Из игровых основная масса немых фильмов приходится на экранизации Льва Толстого. Мы решили пересмотреть полный корпус немых отечественных экранизаций Льва Николаевича, за исключением отца Сергия, того же Протазанова, просто мы его показывали несколько лет назад. То есть это будет самая первая экранизация «Живой труп» 1911 года. Название говорящего. Перского тогда это вызвало огромнейший скандал, потому что «Живой труп» еще не был поставлен. Он еще не был поставлен на театре, и всех больше волновало, откуда этот самый прохиндей перский добыл текст. То есть вот на одном полюсе этой программы будет еще создан в эпоху кинопримитивов коротенький «Живой труп» Перского, а замкнет ее «Живой труп», снятый в Германии режиссером русского происхождения Федором Отцепом в 1929 году, двухчасовой. Фильм, в котором главную роль сыграл великий Всеволод Пудовкин. Не только кинорежиссер знаменитый советский, но и очень хороший актер. Ну и между ними уместятся еще несколько экранизаций «Хозяина и работника», две Анны Каренины, значит, Бог видится и правду скажет. Вот все это мы привезем из Госфильмофонда и все эти раритеты. В этом году фестиваль проводится, получается, в 16-й раз уже. Давайте вспомним, с чего начиналась «Хозяина»? Она начиналась с вопроса, который мы просто поставили перед собой. А насколько существенен вклад рязанцев в киноискусство? Понятно было, что есть некое ограниченное число режиссеров, родившихся в самой Рязани либо в Рязанской области. Есть актеры. Ну, в общем, поначалу это был такой коротенький список. Ну, плюс фильмы, которые здесь снимались. И тоже это было 5-6 названий общеизвестных. Поэтому первая «Окраина», которую мы провели в 2003 году, 15 лет назад, вот 20 декабря она открылась, то есть будет ровно 15 лет юбилей. Он был очень непродолжительным. Он ушел 5 дней, один-два сеанса в день. И, в общем-то, мы были вполне этим довольны, но уже тогда почувствовали, что это... Ну, мы по поверхности как-то вот идем. Что надо погружаться. Надо внимательно работать с фильмографией, выявлять рязанских людей, не только среди режиссеров и актеров, но и представителей других кинематографических профессий, от сценаристов до гримеров. Гримерный цех Мосфильма долгое время был насыщен, вот, начиная с конца 30-х годов, почему-то выходцами с Касимовского района. Наверное, потому, что заведовал ему Касимовский уроженец Шишков, который подтягивал туда знакомых и родственников. Ну и так далее. Плюс документальное кино. Мы постарались в архиве кинофотодокументов, с которым мы с самого начала сотрудничаем очень плотно. Благодаря этому добываем, показываем на пленке то, что вот там, в Красногорске, скажем, представителям телекомпаний, чтобы только на монтажном столе прокрутить все вот эти пленки, приходится стоять в очереди две недели. А нам это просто выдают. Громаднейший, конечно, привилегий. Вот завтра я поеду за очередной партией хроникально-документального кино. То есть мы начали и в этом направлении работать, посмотрели, какие первые засъемки на Рязанской земле происходили, это, понимаете, конец 20-х годов. Много, очень много всего пересмотрели за 15 лет. Но, что самое удивительное, выбор фильмов не сужается, а наоборот расширяется. Потому что мы все больше и больше знаем в истории кино. И становится понятно, что рязанский мотив, понятие многогранное, самое главное, оно дает возможность показать вот нам сегодня, спустя 15 лет, такие фильмы, о которых мы и помыслить не могли тогда. 46 сеансов – это ведь не от, так сказать, желания установить какой-то рекорд. Это жестокая необходимость. На самом деле, фильмов-кандидатов было гораздо больше. То есть вы еще отсели? Отсев был буквально вот, ну, с болью, с кровью, вот, отрывал от сердца, вот, чтобы найти место, вот, все как-то уместить. Несколько фильмов все-таки не досчиталось, которые очень хотелось показать. В этом году на какой площадке пройдет окраина? Кинотеатр «Октябрь». С 2010 года этот последний советского времени постройки, еще традиционный рязанский кинотеатр, он вот предоставляет нам площадку, за что мы очень благодарны руководству этого культурного учреждения. И должен сказать, что то, что этот кинотеатр был последний, построенный в 80-м году, построенный как широкоформатный, с очень большим залом, это, конечно, огромное привилегия. Дело не только в том, что там вот такая ретро-атмосфера в этом зале, а в том, что просто такого большого экрана больше в Рязани не найдешь. И возможность увидеть, показанный с пленки широкоэкранный фильм, вот, просто от этого люди уже отвыкли. Вот, только ради этого имеет смысл, я думаю, приходить на экран, на окраину, чтобы вот соприкоснуться с этими визуальными впечатлениями. Для зрителей участие платное или нет? Нет, конечно же, бесплатное. Фестиваль, проект некоммерческий, изначальный, принципиальный, собственно, и разрешение на показы, ведь сейчас очень строго все, с соблюдением авторских прав, разрешение на показы нам выдает студии, космосфонд и так далее. Я думаю, не в последнюю очередь, именно потому, что мы оговорим, что все это без продажи билетов. Но и потом не имеет никакого смысла. Одно дело просвещать, другое – зарабатывать деньги. Мы просвещаем. Мы сейчас можем пригласить зрителей на окраину. Да, дорогие зрители, я буду очень рад видеть вас и 8 декабря в 16 часов на открытии нашего фестиваля, и потом на протяжении всех 17 дней его работы. Я напоминаю, что в будние дни показы по вечерам, начиная с 18 часов, а по выходным с 14 часов до позднего вечера. То есть, когда бы вы ни пришли, вы можете спокойно входить в зал, садиться, занимать места и… Смотреть кино. И получать удовольствие и, я думаю, заряд эстетических впечатлений на целый год вперед до следующей окраины, до 17-й. В гостях программы «Городские встречи» был Александр Никитин, президент кинофестиваля «Окраина». Спасибо, что пришли. Спасибо. А на этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова